Пуск баллистической ракеты из-подо льда сложнейшее боевое задание. Правильно рассчитать траекторию с учетом внешних препятствий мало. Ракета сквозь эти препятствия должна пройти. Для увеличения прочности носовой части боеголовки еще в советское время начали применять «Скандий». Добавка этого редкого металла делает из обычного сплава сверхтвердый. Ракеты без труда побивали ледяную шапку. «Скандий» активно востребован в оборонной и аэрокосмической промышленности. Но встречается он гораздо чаще на Солнце и других звездах, чем на планете Земля. Если исходить, в принципе, из сырьевых источников «Скандия», то везде в мире он только в рассеянном виде содержится в значимых количествах. Это 100 грамм на тонну, 150 грамм на тонну. 100 граммов на тонну – это 0,01%. Здесь, в лаборатории, концентрацию «Скандия» увеличивают в 5000 раз. Разработка уникальная. Вплотную экспериментальными исследованиями по добыче концентрата Ольга Петракова занимается уже два года. Основная задача – не просто извлечь требуемый химический элемент, а сделать его производство экономически эффективным. Наиболее востребован на мировом рынке оксид «Скандия». Его стоимость достигает 3500 долларов за килограмм. Это вот тоже белый порошочек. Можно немножко на руку высыпать или опасно? Ну, нет. Он не радиоактивный. Похоже на соду. Мы как раз работаем над тем, чтобы себестоимость была приемлема. Как раз и основные усилия лаборатории связаны с тем, чтобы минимизировать затраты. Потребность в этом похожем на чайную соду-порошке оксиде растет. «Скандии», содержащие сплавы, по прочности не уступают титановым и по твердости могут конкурировать с алмазом. Сегодня «Скандий» востребован не только в космическом строительстве и военной авиации, но и в производстве гражданских самолетов и в спортивной экипировке, в бейсболе и мотоспорте. Мировой прогноз последний, особенно год, показывает резкий всплеск интереса к алюмоскандиевым сплавам. Будет примерно процентов на 20-30 год расти потребление. Ну, соответственно, возникнет дефицит «Скандии». Основной производитель «Скандия» в мире – Китай. На его долю приходится 60%. В конце 2010-го Китай сократил квоты на экспорт редкоземельных металлов, объясняя это истощением запасов и повышением экологических норм. Сокращение экспорта китайского «Скандия» привело к росту мировых цен. В России в это же время компании начали активно финансировать собственные научные разработки попутного извлечения «Скандия». «Скандий» – это рассеянный элемент, поясняет Ольга. Встречается в урановых, титаносодержащих рудах и в каменном угле. Но наибольшие мировые запасы «Скандия» сосредоточены в бокситах – основном сырье для производства алюминия. На заводе в Каменске-Уральском редкий металл сегодня пытаются добывать из фактически мусора, из того, что раньше просто складировали шлама-отвалы. Отходы, которые получаются при производстве алюминия, называют красным шламом. Здесь его целое поле. Ученые в лабораториях думают, как сделать производство максимально безотходным и извлечь из шлама как можно больше полезных ископаемых. Вот в этой, похожей на глину, субстанции только железо – около 40%. Поэтому и цвет такой красновато-ржавый. На одну тонну произведенного оксида алюминия приходится до 2,5 тонн красного шлама. Его по трубопроводу закачивают в специальную пресс-гармошку. Конструкция максимально отжимает воду. Отфильтрованные коржи шлама счищают специальным инструментом. Это прямо какое-то весло. Так это и есть весло. Это в туристическом магазине было. Ну, очень удобно. Надо не забывать, что вот это сейчас отходы, да, они складируются на шламов полях, на это тоже затрачиваются средства, чтобы откачать, чтобы их там, ну, как сформировать шламовое поле. На это тоже идут средства. Так лучше эти средства потратить здесь, получить пусть минимальную прибыль, но зато не образовать отходов. Опытное производство работает уже два года. Расположено на четырех этажах. Каждый этаж соответствует определенной стадии технологии. Конечный продукт в этой цепочке производства оксида скандия из красного шлама выглядит так. Сколько скандия вот из этого ведра получается? Оксида скандия с этого ведра будет получено порядка 300 граммов. То есть еще значительное, да, как бы, большое количество примесей, которые надо убрать. Технологию финальной перечистки разрабатывают уже в Санкт-Петербурге. Экспериментальные образцы предварительно обогащенного по скандию шлама, который привозят из Каменск-Уральска в лабораторию, содержатся в специальных прозрачных химических емкостях. Мы получаем оксид скандия, который в дальнейшем уже может быть использован как раз для производства или металлического скандия, но на самом деле это не нужно, а в качестве сырья для производства алюмоскандиевых лигатур, сплавов. Ольга вспоминает, химиком она решила стать еще в восьмом классе. Родители советовали поступать в медицинский, но она выбрала Московский государственный университет тонких химических технологий. Специализация – рассеянные металлы. Сейчас Ольга уже защитила кандидатскую диссертацию, а ее научные исследования востребованы бизнесом. Принципиальное отличие русаловского проекта попутного извлечения скандия от зарубежных и отечественных аналогов – отказ от кислотной обработки. У нас не используются кислотные реагенты именно на стадии получения скандиоконцентрата. Это для экологии, да, лучше? Наша технология может без проблем быть встроена в действующее глиноземное производство, и она не приводит к возникновению дополнительных солевых стоков или кислотных стоков. Почему он там коричневый, а здесь белый? А потому что здесь 50% оксида скандии, а там 0,5%. То есть здесь уже нет железа, минимальное количество примесей. Отходы, которые остаются от уже переработанного с получением скандия красного шлама, тоже могут пойти в дело. Тонны оставшейся массы с высоким содержанием железа после предварительной обработки вполне можно использовать в производстве чугуна, а также цемента и даже кирпичей. Это идея такая на будущее, да, то есть какие-то сделать из них блоки, да, потому что прессуется материал очень хорошо. Опытные партии продукции, полученные из красного шлама, периодически отправляют на исследования на заводы черной металлургии. Проект по созданию опытно-промышленной установки первичного скандиевого концентрата из красного шлама инвестировали свыше 70 миллионов рублей. Предполагается, что к концу года появится технико-экономическое обоснование проекта по созданию промышленного производства. И уже после этого можно будет начинать строительство цеха. Технологии извлечения скандии из красного шлама, получения других ценных продуктов из этого отхода ученые трудятся 50-60 лет. И до сих пор нигде в мире нет производства промышленного, которое основано на переработке красного шлама, извлечении из него скандия. С начала, наверное, прошлого года мы уже так активно... Только с начала прошлого года, то есть недавно совсем? Ну, активно взялись за решение вот этой проблемы. Мы открыли НЕОКР на эту тему. Получили сначала не очень хорошие результаты. Затем были привлечены специалисты-редкоземщики. И вот уже в этом текущем году уже очень хорошие результаты мы получили. Химия – главная страсть. Но Ольга находит время и для театра в качестве зрителя, и для йоги. Недавно увлеклась вышиванием. Вышивка, говорит, развивает внимание, память и способность к сосредоточению. Если ошибешься, нужно распускать и начинать заново. Как и в вашей работе. Потому что пока дойдешь до нужного результата, наверное, приходится множество опытов провести. Множество опытов. Иногда откатиться назад. Иногда неожиданные результаты всплывают, которые не могли даже предугадать. И в итоге они в основу определенного процесса влажатся. По работе регулярно приходится ездить в командировки. В основном Москва или Каменск-Уральский под Екатеринбургом. Там, на территории Уральского алюминиевого завода, и располагается опытный цех по извлечению скандия из красного шлама. В Екатеринбурге Ольга прожила несколько лет. В Санкт-Петербург переехала из-за работы. Сравнивая два города, говорит, что Питер, конечно, красивый, но Екатеринбург, комфортнее из-за своей компактности. Да, я планировала работать в коммерческой компании, но очень хотелось, чтобы повезло, дабы быть связанной с производством, потому что это колоссальный опыт, который в институте не получишь. Сейчас себестоимость, получаемого в лаборатории оксида скандия, 1600 долларов за килограмм. В два раза ниже рыночной цены. В планах компании снизить себестоимость до 1200 долларов. Руководитель проекта «Комплексная технология безотходного производства глинозема» Ольга Петракова в 31 год автор 5 научных статей, более 20 докладов. В ее активе 3 подтвержденных патента, на очереди 4-й, на получение оксида скандиевого концентрата. Проект амбициозный, но Ольга в успехе не сомневается. Уверена, это будет прорыв не только в сфере утилизации отходов. Совместные научные разработки молодых ученых в Каменск-Уральском и Санкт-Петербурге позволят компании наладить выпуск совершенно уникальной и востребованной в мире продукции.